МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это удивительное место, оно единственное на Земле, и здесь с нами ничего плохого случиться не может. Я думаю, что, ребята, вы о многом уже знаете, Ром, Стеша, о безопасности от взрослых людей, своих родителей, учителей. Но я думаю, вы согласитесь, что это тот случай, когда можно повториться. Согласны со мной? Отлично. Кстати, здесь мы не просто с ребятами учимся безопасности, но и соревнуемся. Для каждой команды соревнование длится 4 дня, а у Стеши с Ромой сегодня уже второй день соревнований. Вчера мы с вами говорили о таких важных изобретениях человека, как зелёнка, йод и перекись водорода. Вам и нашим маленьким телезрителям я ещё раз напомню, что эти средства издавна применяются в медицине для того, чтобы при порезах, ссадинах, царапинах предотвратить попадание в организм бактерий и микробов. Сегодня мы с вами продолжим говорить на медицинскую тему, но чуть позже, а сейчас переходим к первому нашему испытанию. Это снова будут загадки, но поменяются немножко условия. Сейчас вам нужно будет отгадки вписывать в кроссворд. Задача усложняется, потому что если вы первое слово неправильно напишите, то следующие отгадки у вас просто-напросто не совпадут. Но никто не обещал, что будет легко. Заодно посмотрим, как вас научили писать в школе. А теперь, пожалуйста, пройдите каждый к своему стенду, подойдите. Итак, ребята, под единичкой вам нужно будет вписать первое слово-отгадку, двоечка, второй и третий под цифрой три. Дам вам маленькую подсказку. Речь пойдет о простых вещах, домашних помощниках. Каждый правильный ответ будет стоить у нас две фишки. Еще одна фишка за скорый, за быстрый ответ. Итак, ну что, начинаем? Он с хоботом резиновым, с желудком парусиновым. Как загудит его мотор, глотает он и пыль, и ссор. Вот теперь пишем. Так, Стеша уже справилась, Ром. Быстрее мы тебя ждем. Оля, посмотри внимательно, как ты написала это слово. Правильно ли ты его написала? О-ли-сус. А, нет. Так, закончили. Так, ребята, это действительно пылесос. Рома написал визь единой ошибочки. Молодец. А вот Стеша, она ломала дров немножко. Исправила «ы», но у тебя есть еще одна ошибка, Стеша. Пылесос пишется, зачеркивай. Так, все, хорошо, отгадали, ребята, вы вдвоем правильно. Стеша справилась быстрее, но у Стеши было целых две ошибки, поэтому за скорость я никому не дам. А за правильный ответ каждому из вас по две фишечки я, конечно же, положу в коробочке. Слушаем внимательно вторую загадку. Через поле или сок подается голосок. Он бежит по проводам. Скажешь здесь, а слышно там. Молча. Не смотрим, Стеша. Думаю своей головой. Кстати, ребята, хочу вам подсказочку сделать, что все слова-отгадки есть среди тех картинок, которые у вас есть на стенде. Через поле или сок подается голосок. Он бежит по проводам. Скажешь здесь, а слышно там. Хорошо. Стеша снова первая. На этот раз она справилась. Без ошибок. И Ромка. Ромочка, прочитай свое слово. Телефон. Ты уверен, что так написал? А ну-ка, еще раз посмотри. Телефон. Ты написал телефон. Быстрее, быстрее, быстрее исправляй. Стеша, так, за правильный ответ две. Плюс одна за скорость. Итого, сколько мы тебе даем фишек? Три. Три. Правильно, целых три. И Ромке я в коробочку положу за правильный ответ две фишки. Вот теперь правильно, Ром. Будьте, пожалуйста, внимательны. Третья загадка, ребята. Полюбуйся, посмотри. Полюс северный внутри. Там сверкает снег и лед. Там сама зима живет. Про себя. Где зима живет? Где снег и лед? Северный полюс внутри. Молодцы, ребята. Справились правильно. Написали эту отгадку. У нас холодильник. Стеша была четочку быстрее. Хорошо, третью загадку тоже отгадали. Фишки за нее получаются. Стеша, тебе три. Держи-ка. Три. И тебе, Ром, две. Итак, ребята, все загадки разгаданы. И сейчас самое время для встречи с нашим хорошим знакомым, детским доктором. Зовут его Артем Витальевич. И он уже с нами на связи. Поворачиваемся к экрану. Ребята, привет. Здравствуйте. Я очень рад, что мы снова встретились. Сегодня я хочу вам рассказать о пузыре со льдом. Вот так он выглядит. Ребята, вы знаете, в каких случаях нужно прикладывать что-нибудь холодное? Да. Каких, Ром? Если ты набил шишку или синяк или фингал. Хорошо, Стеш, а ты какие случаи припомнишь? Ну, я припомню, что если у тебя такой большой тут жар на лбу, можно прикладывать лед. Или какой-то, ну, какой-то этот, ну, как там, когда ты... Ушиб? Ударился? Нет. Ну, да. Правильно, Стешенька, умничка. Давайте еще Артема Витальевича послушаем. Ребята, все те, кто смотрит нашу передачу постоянно, уже знают, в каких случаях надо прикладывать холод. А для тех, кто только к нам присоединился, я расскажу об этом еще раз. Итак, случай первый. Солнечный удар. Сейчас лето, и температура воздуха часто поднимается до 30 градусов и выше. Если не соблюдать правила поведения на открытом воздухе, велика вероятность получить солнечный удар. Тогда человека обязательно отводят в темное прохладное место, поят водой и прикладывают холод. А еще холод может помочь остановить кровь из носа. Лед прикладывают к укусам насекомых и при ушибах, чтобы снять отек. Помните, что прикладывать сам пузырь со льдом к участку тела не нужно. А нужно обернуть полотенцем пузырь со льдом и уже тогда прикладывать его на нужный участок тела на 15-20 минут. А на сегодня это все. Будьте здоровы, успехов вам и, конечно же, победы! Ребят, наш второй конкурсный день подходит к завершению, но еще осталось нам пройти одно испытание. У того из вас, кто внимательно слушал доктора Артема Витальевича, шанса победить намного больше. Итак, я каждому из вас даю по несколько карточек, ребята, с различными неприятными ситуациями. С одной стороны, ребята, разложите те, которые... ситуации, в которых может пригодиться пузырь со льдом, а с другой стороны, те, которые бесполезны. Итак, начали! Или можно, переворачиваясь, которые бесполезны. Хорошо, делайте, как вам удобно. Можете просто на две стопочки разбить нужные и ненужные картинки. Карточки. Пузырь со льдом. Где он нам пригодится, а где совершенно... Так, одновременно справились, давайте проверять. Где те, которые... где может пригодиться у тебя? Вот мои пригодятся. Пригодится. Верно, ушиб у нас. Это что, Серж, здесь написано у нас? Солнечный удар. Солнечный удар. Верно, это тоже ситуация. Укус насекомого. Укус насекомого тоже верно. Крой без носа тоже. Правильно, умничка. И ожог. И ожог. Правильно, все верно. Внимательно слушала нашего доктора. Молодец. Давай-ка проверим здесь, может, ты что-то забыла. Что здесь? Замерзли ножки. И при ангине, конечно же, нельзя. Молодец, все верно. Так, сколько у Стеша у нас правильных карточек? Давай-ка посчитаем. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Стеш, семь фишек ты заработала. Ром, теперь давай-ка свою стопочку правильных карточек. Ну-ка, быстро. Кровь из носа. Верно. Жог, ушиб, солнечный удар, укус насекомого. Молодец. Ну и там у тебя что осталось? Ангина и замерзли ноги. Верно. И у Ромы семь фишек. Молодцы, ребята. Справились вы одновременно, поэтому за скорость у меня не... Ах, справились быстро. Впрочем, дам я каждому из вас еще и за скорость. Пять фишек. Шесть, семь и восемь. Устешины восемь и Ромины восемь. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ромка, твои восемь. Теперь быстренько считайте, сколько фишек мы сегодня заработали. Так, у Сеши шестнадцать, а у тебя, Ром, шестнадцать. Шестнадцать? Тоже шестнадцать? И у Сеши шестнадцать. Ну что ж, второй конкурсный день, равный счет. Готовимся и завтра продолжаем борьбу. Договорились? Да. Хорошо. Ну а на сегодня, до встречи, ребята. Пока-пока. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова